Роспотребнадзору удалось отыскать и изобличить источник массового отравления 18 екатеринбургцев, покупателей готовых блюд в магазинах «Жизнь Март», а Березовский суд накануне ближе к вечеру, своим решением закрыл фабрику-кухню в поселке Шиловка на 35 дней. Собственно говоря, этот цех был опечатан еще 24 мая. И адвокату, и пешнице Луизы Гумаровой, хозяйке фабрики-кухни, не удалось доказать, что все косяки уже исправлены и цех эпид безопасен. Как объявил судья, с учетом степени опасности совершенного правонарушения, суд не находит основания признать его малозначительным, а равно не видит основания для замены наказания. По информации наблюдателей, пока суд думал да решал, как поступить с фабрикой-кухни, участники процесса схватились за мобилы и углубились в чтение поста от основателя «Жизнь Марта» Ивана Зайченко. Бизнесмен на своей страничке в Телеграм-канале написал о том, что больше никаких поставок от этой фабрики в «Жизнь Марте» не будет. Далее цитата. «Более того, мы знаем, кто там конечный владелец, и какие бы юрлица он ни делал, какие бы новые адреса для фабрик ни открывал, духу его в «Жизнь Марте» не будет». Конец цитаты. В переводе с виртуального языка на житейский бизнесмен Зайченко умывает руки, как и 12 лет назад, после отравления 24-х горожан, 17 из которых тогда попали в больницы. Все они отведали роллы с тунцом в ресторанах с ушков и пицца на Уктусе. Тогда Зайченко в комментариях заявил о том, что во всем, дескать, виноват повар их кухни, который больным пришел на работу. Бизнес-леди Луиза Гумарова на судное заседание не явилась. Но ее технолог в преддверии суда устроил для журналистов экскурсию по цеху и пытался объяснить им, что все нарушения, выявленные санитарными врачами, устранены. А сальмонеллез в куриных тушках – обычное явление. Сальмонеллез в коже куриной и в мясе курином – это стандартное явление, потому что по разговорам, по общению с коллегами, 80% тех, кто занимаются на больших предприятиях и берут каждую партию товара на анализы, абсолютно каждую, 80% сырья приходят в сальмонеллез. У Роспотребнадзора иное мнение. Эпитрасследование продолжается, но уже установлено, что у сотрудников предприятия были инфекционные заболевания. Сальмонелла и стафилококк. И по продукции есть предварительные данные. В печенке – сальмонелла. В курице тоже. Это говорит о том, что объект был изначально заражен. Заявила представитель Роспотребнадзора госпожа Киселева, уточнив, что на предприятии были выявлены 10 нарушений. В частности, работники хранили личную санитарную одежду в одном месте. Использовали один и тот же халат для работы и для похода в туалеты, один из которых располагался в моечной зоне. И дыр, и пр. С поставщиком все более-менее ясно. А что до господина Зайченко? С обещанными миллионами он худо-бедно разобрался. Их получат только 18 горожан. Да и то, если их кишечную хворь подтвердит Роспотребнадзор. А что касается горожан, которые якобы ради миллионов поблизывали куриные яйца, возможно, это вообще фейк, запущенный ради пущего хайпа. После суда, вероятно, пасты в чувствах господин Зайченко в разделе всяких мыслей. Запостил фотку, на которой некий человек лежит на больничной койке под капельницей. И снабдил это фото словами, которые процитирую. Не просто мне вся эта ситуация дается. Всем, кто хочет заниматься предпринимательством, имейте в виду, это нелегкая прогулка. Субтитры создавал DimaTorzok